В этом видео я хочу вам рассказать о таком уже довольно старом и популярном приложении, которое называется Snapseed. Доступно оно как для андроида, так и для iOS. У меня оно уже скачано и я его просто открываю. Попадаем на первую страничку и первым делом нам предлагается добавить свою фотографию. Нажимаем плюсик, выберу, например, такую фотографию и давайте посмотрим, какие у нас тут есть инструменты. Вверху у нас есть панелька инструментов и это просто информация о нашей фотографии, какой ее размер, когда она была сделана. Следующие три точечки. Вот здесь есть инструмент настройки, в который стоит зайти. Что здесь для нас важно? Изменение размера изображения. Здесь у нас правильно выставлено не менять размер, то есть какой размер фотографии мы загружаем, такой же получаем на выходе. Но иногда бывает нужно уменьшить размер, если там нужно отправлять по электронной почте или что-нибудь и по того. И качество и формат фотографии по умолчанию стоит 95%. Лучше, конечно, выставить либо 100%, либо выбрать PNG. Выберем PNG. Далее в этой вкладке есть очень интересный раздел руководства. Здесь много уроков именно по программе Snapseed. Давайте зайдем в какой-нибудь один из них, посмотрим, как это работает. Вот, например, мы заходим в какой-то урок. Здесь идет детальное описание, что именно нужно сделать с фотографией. И в конце есть кнопочка «Попробовать». Давайте нажмем «Применить к фото». И сейчас к нашему фото применяется этот эффект, который был описан в этом руководстве. Если нам он не понравился, мы нажимаем вот на эту вкладочку и делаем «Отменить». Все, наша фотография вернулась в исходное положение. И внизу у нас тоже есть три вкладки. Первая вкладка – это стили. Это уже готовые фильтры, которые можно накладывать на свою фотографию. Но самих фильтров тут немного. И они не всегда удачно ложатся на фотографию. Нужно экспериментировать с каждой конкретной фотографией. Мы не будем применять эти фильтры. И сразу пойдем в раздел «Инструменты». И здесь, как вы видите, у нас очень много инструментов. Начнем с самого начала с коррекции фотографии. В инструменте «Коррекция» у нас внизу есть волшебная палочка. Ну, как видим, ничего не изменилось почти что. Поэтому заходим в «Ручную коррекцию». Для этого нам нужно либо нажать на вот эту кнопочку внизу, либо просто проводить пальцем вверх и вниз по фотографии. И мы видим, какие тут есть настройки. Яркость, контраст, насыщенность, световой баланс, светлые участки тени и тепло. Выбираем какой-нибудь из этих параметров, например, яркость. И теперь, чтобы поменять яркость, вводим по экрану вправо-влево. Вправо идет высветление фотографии, влево идет затемнение. Давайте чуть-чуть подтянем яркость. Далее, контраста чуть-чуть добавим. Насыщенность, это насыщенность цветов. Вот мы вывели до максимума. Зелень стала зеленее, небо голубее. Далее, световой баланс. У нас тоже меняет фотографию, либо более насыщенной делает. Можно чуть-чуть выбрать. Светлые участки, либо высветляет светлые участки, либо их затемняет. Можно капельку затемнить. А вот темные участки, тени, наоборот, высветлите. Как видите, наше дерево уже прорисовалось. Уже стало видно. И дальше тепло. Либо уводит фотографию в теплые тона, либо в холодные. Чуть-чуть можно добавить тепла. И после того, как мы сделали эту коррекцию, нажимаем галочку. Еще есть кнопочка наверху. Посмотреть, если мы на ней нажмем, посмотрим, что было и что стало. Если нам понравилось, нажимаем согласиться. Вот такую мы сделали базовую коррекцию. Но это, конечно же, далеко не все. Сейчас будем рассматривать другие инструменты. Чтобы посмотреть, какая фотография была, мы просто нажимаем на это фото и удерживаем. Видим, была фотография и какой она стала после обработки. Следующий инструмент у нас по порядку идет резкость. Но тут все просто. Добавляет резкости фотографии, либо наоборот делает ее более размытой. Но можем чуть-чуть добавить. Следующий инструмент кривые. Кривые – это инструмент уже для более профессиональной обработки фотографий. Здесь нужно понимать, чего вы хотите добиться от фотографии. И понимать, как эти кривые работают. Вот если мы нажмем на кружочек, здесь можно работать с кривыми. RGB вкладка – это общая вкладка. И разбивка по цветам. Можно отдельно работать с красным, зеленым, синим цветом и освещенностью. Необходимо понимать здесь, что вверху справа мы регулируем светлые тона фотографии. Внизу слева мы регулируем темные тона фотографии. И серединка регулирует средние тона фотографии. И то же самое относится к цветам. Здесь подтягиваем красный в светлых тонах, либо красный в темных тонах убираем или прибавляем. И тоже относится и к другим цветам. Но если вам неохота заморачиваться с кривыми, мы заходим во вкладку «Блокнотик». И как видите, здесь уже готовые фильтры. И мы можем эти фильтры просто применять к своей фотографии и смотреть, что получается. Вот, например, осветление неплохо сработало, затемнение. И вот таким образом можем просто применить готовые фильтры к своей фотографии. Например, мне понравился мягкий контраст. Применим его. Так работает инструмент «Кривые». Следующий инструмент «Баланс белого». Но здесь всего две настройки – это температура и оттенок. В температуре мы либо уводим в теплые тона, либо в холодные. И в оттенки – либо в розовые тона, либо в зеленые. И пипеточкой, если мы пипеткой вводим по фотографии, видите, пипетка выбирает определенные тона и применяет их ко всей фотографии. Следующий инструмент у нас – кадрирование. Ну, это как в большинстве редакторов. Можем свою фотографию подрезать как квадрат, либо придать ей другую форму. Ну, допустим, оставим как в оригинале. Следующий инструмент – поворот. Здесь есть вкладочка «Отразить по горизонтали», как видите. Ну и поворот – просто обычный поворот. Следующий полезный инструмент – это исправление перспективы. Как видите, на фотографии завален горизонт. Заходим в инструмент «Перспектива». Здесь у нас есть несколько вкладочек. Наклон, поворот, масштаб и настроить. Давайте посмотрим, что делает каждая вкладка. Здесь мы можем, вводя вправо-влево, как вы видите, меняется перспектива фотографии, она как будто бы поворачивается. Вверх-вниз тоже меняется наклон фотографии. Но нам для того, чтобы исправить горизонт, нужна вкладка «Поворот». Вот я в нее зашла и поворачиваю до тех пор, пока линия горизонта не будет выровнена. Отпускаю палец. И мы видим, что черненькие участки программа сама заполнила, взяла цвета из близлежащих участков. И здесь есть варианты, как она будет заполнять. Умное заполнение. Вот она просто взяла, закрасила. Либо она заполнит белыми участками, либо черными. Ну, конечно же, нам больше подойдет вот это умное заполнение. И следующие еще у нас есть вкладки «Масштаб». Здесь мы можем фотографию либо сжимать, расширять по ширине, либо по высоте. И вот в этой вкладке мы можем отдельно работать каждый угол, поворачивать фотографии, если нам нужно. Самый полезный, на мой взгляд, это вот поворот и исправление перспективы. Посмотрим еще два очень полезных инструмента. Это выборочно и кисть. Эти два инструмента позволяют корректировать не всю фотографию сразу, а именно выбранные участки. Давайте зайдем выборочно. Например, мы ведем по фотографии, выбираем какой-то цвет. Вот, например, этот синий. Если я пальцами буду расширять, то есть мы выбираем диапазон этого синего. Буквочка «Я» означает, что это яркость. Если мы вводим пальцем вверх-вниз, мы можем выбирать яркость, контраст, насыщенность и структура. Ну, начнем с яркости. И теперь, когда я ввожу вправо-влево, вы видите, что высветляются только синие участки, а небо у нас остается неизменным. То же самое касается контраста и насыщенности. То есть мы можем работать с отдельными выбранными участками. И следующий инструмент – это кисть. У нас тут четыре кисточки. Каждая из них отвечает за свою функцию. Вот, например, у нас выбрана кисть «Dodge & Burn». Значение кисти мы можем менять стрелочками. Вот сейчас стоит максимальная 10. Можем выбрать 5. Либо ластик – это 0. Минус 5, минус 10. Вот давайте стоит 10. Что произойдет? Вот я ввожу по фотографии и, как видите, высветляются участки те, по которым я провела пальцами. Глазиком мы видим, он подсвечивает красным, что именно мы выделили. Если я считаю, что это очень резко или некрасиво, мы опускаемся вниз, выбираем ластик. Я вытираю, возвращаю все, как было. И выберу, например, маленькое значение 5. И таким образом только чуть-чуть подсветлю нашу фотографию. И тоже касается других кистей. Вот кисть «Экспозиция», например. Здесь можно выбрать свои значения, например, 0.3. Я выбираю. Вы видите, что фотография меняется в тех местах, где я провожу пальцем. Выберем «Сильнее». Вот, например, «Сильнее меняется». Выберу ластик и сотру это все. Как видите, можно работать только с отдельными участками фотографии, что очень-очень удобно. Рассмотрим еще группу инструментов, которая позволяет работать с портретами. Выберем инструмент «Точечно». Если мы расширим фотографию и, например, проведем по веснушкам, то они исчезают. Но, как видите, инструмент этот работает не очень корректно. Есть для ретуши именно фотографии и портретов. Существуют другие приложения, которые работают лучше, чем в Snapseed. Но какое-то маленькое пятнышко, наверное, можно убрать. Видите? Берем следующий инструмент, который относится именно к работе с портретами. Вот есть даже такая вкладка «Портрет». И здесь, как вы видим, во вкладочке «Блокнот» нам предлагаются уже готовые фильтры, которые мы можем просто накладывать и выбирать, что нам подходит для нашей фотографии. Либо же применить ручную корректировку, как видите. Хорошая есть вкладка «Сглаживание кожи». Главное не перестараться. Как видите, кожа становится гладкой, скорее размытой. Еще одна вкладочка. Здесь тоже можно применять фильтры и смотреть, как они работают на нашей фотографии. Те же настройки, сглаживание. Интересная функция осветления глаз. И тут тоже главное не перестараться. Если ее добавить совсем чуть-чуть, то глаза становятся более выразительными. Коррекция светотени. Вот тоже. Вот такие полезные инструменты. И еще один инструмент для работы. Лицом – положение головы. Здесь программа с помощью своих алгоритмов сама определяет, где находится лицо. И если мы будем вводить по фотографии вверх-вниз, то, как видите, у нас лицо может наклоняться или поворачиваться вправо-влево. Тоже такая интересная функция. И давайте еще посмотрим группу инструментов, у которых похожий принцип работы. И фактически они добавляют разнообразные эффекты. Это у нас инструменты «Эффект HDR», «Блеск Софита», «Драма Винтаж», «Крупное зерно», «Ретро», «Гранч», «Черно-белый Нуар». Смотрите, как они работают. То есть во вкладке «Блокнотик» у нас есть разные фильтры. Каждый из этих фильтров мы можем регулировать его интенсивность. И внутри каждого фильтра еще можем регулировать другие параметры. Давайте возьмем другой эффект. Например, «Блеск Софита». Вот выберем «Троечку». Видите, какой у него эффект? Такой действительно добавляет блеска. И есть здесь регулировка ручная сияния, насыщенность, тепло. Следующий эффект «Драма». Здесь вот такие тоже разные эффекты. Насыщенность самого эффекта, насыщенность именно фотографии, цветов фотографии. Крупное зерно тоже, разные фильтры, каждый из которых можно еще подрегулировать вручную. Следующий инструмент «Ретро». Вот такие добавляют эффекты. И инструмент «Гранж». Состаривает фотографию, добавляют вот такие странные эффекты. И тут еще тоже есть ручная регулировка. Еще есть интересный инструмент «Размытие». Давайте выберем для этого другую фотографию. Например, вот такую. Выберем инструмент «Размытие». И как видите, мы выставляем то место, которое мы не хотим размывать, чтобы оно оставалось четким. И можем регулировать область, которая будет размываться на фотографии. Причем здесь есть вариант «Радиальное размытие» и «Линейное размытие». И в каждом из этих вариантов мы можем регулировать эффект самого «Размытия». Видите, сильнее, слабее. И переход более резкий и более плавный. И у нас остался инструмент «Виньетка». Здесь все просто. Либо высветляем края фотографии, либо затемняем. И полезные инструменты. Двойная экспозиция можно рассказать отдельно. Остаются инструменты «Текст» и «Рамки». Вот по поводу текста. Здесь очень большой выбор разнообразного написания текста на фотографии. Вот мы заходим в блокнотик. Это «Библиотека эффектов». Вот такие. Можем его увеличивать. Можем выбирать его цвет этого текста. Рамочки этой. Можем выбирать его прозрачность. И можем его инвертировать. Вот так интересно. То есть вот таким образом можем работать с текстом. И инструмент «Рамки». Здесь много разных рамок. Но на самом деле их тут 23. Вот такие разнообразные рамочки, которые добавляются на фото. И еще один инструмент «Двойная экспозиция». Но для этого мы выберем другие фотографии. Я, например, возьму вот эту фотографию. Возьмем двойную экспозицию. И нам предлагается добавить вторую фотографию, которая будет наложена. Возьмем вот это наше дерево. Перевернем его. Здесь можно регулировать насыщенность. Насколько она будет сильнее или слабее просвечиваться. И во вкладке с блокнотиком здесь разные эффекты. Как она будет добавлена. Вот так, например. Интересный эффект. С двойной экспозицией можно экспериментировать. Вот таким образом мы бегло рассмотрели практически все инструменты, которые существуют в этой программе. Так что пользуйтесь. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на мой канал.